Здарова! Сегодня у нас на просмотре Некич. Сегодня мы посмотрим ролик, который называется «Я превратил океан в пустыню в Майнкрафте». Поехали! В этом видео я превращу океан в самый жаркий пустынью в пустыне. А-а-а! Так тут ещё какая-то прям с новомодными пирамидами, посмотри. Гигантская пирамида. Заспойлерил всё уже. Грабница и даже лабиринт. Было много смешных и интересных моментов. Всё как всегда. Кстати, дружище, если у тебя горит красная кнопка «Подписаться», тогда слушай, ну это вообще шляпа полная и не наш вариант в принципе. Поэтому скорее подписывайся, а мы начинаем. Как бы забавно это не прозвучало, но чтобы создать пустыню, мне нужно выкопать пол пустыни, поэтому мы направляемся именно туда. И всё-таки как бы я не хотел... А ты знаешь какие-то сложности из ничего. ...у меня этого никак не получается. Всё временно из-за меня страдает. Как же быстро он копает, слушай, как будто... Ой, музычка такая тематичная. Это же не касается, она уже всё разваливается. А он уже не всё подбирает. Я уже скучал, пока добывал песчаник. Я смотрю, тут много криперов и подумал, блин, а что если попробовать собрать в одну кучу как можно больше криперов? Они что похожи, знаешь, кого найти? Дай, 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 дай. Не просто хочу вам сказать, что у тебя. На пауке. Да, нет. Я смог накопить 10 криперов. Вдохли. Я накопал 6 шалкеров с песчаником. Я уверен, что этого мне вообще не хватит. Сейчас добуду песка немного. Мне тоже кажется, что это мало. Давай, давай. Крадём. Кроль, кроль. Понятно. Слышь, братан, тут... Опасно. Слышь, братан. Заебучие пески. Да, да. Знаете, мне это напоминает одну историю, которую я слышал о мальчике, который любил песок. А, кажется, припоминаю, припоминаю. Однажды на окраине Таджикистана в маленькой деревне родился Гаараджан. Он родился в небогатой семье. И из еды у них был только... Сначала какого-то сериала. Тебе напоминает? Значит, предыдущей серии. Аладдин. Песок. Он нашёл лампу. Они ели совершенно всё из песка. Время шло, но одно в его жизни оставалось неизменное. Он любил песок. Это, знаете, топ-5 необъяснений. Что за история? На ютубе. Эти губки самые что ни на есть ветераны по осушению океанов. Им придётся вернуться на войну. Вы даже себе не представляете, как я не хочу этого снова делать. Это было буквально вчера, хотя прошло уже полгода. Вот тот подводный монумент, который я осушал. Пока я искал подходящую территорию для осушения, и мне пришла одна мысль в голову. Кажется, это была не оскорбинка и не зелье подводного. А, смотри, смотри, как жик-жик туда. Сейчас рядом с подводным монументом в прошлом я и буду осушать новую территорию. Нет, ну на такое только я способен. Практически полностью доделать окружность и решить то, что маловато. Маловато. И по новой. И ещё, да? О, вот эти самые видосы. Это те самые видосы. Там, где люди делают из земли себе дом. Ты не видел? Нет. Они так вот копают, 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 потом сидел какой-то дом. Там бассейн какой-то подводный, там подземный есть. Там какие-то каналы прям туда, дорожки. Там все стол делают из земли. Да ты чё, смотри. Во-во-во, вот так вот они копают, копают, копают. Во-во, видишь, какой дом себе сделали. Самое ужасное только впереди. Окружность доделана, точнее, её контур. Нет, ну это вообще что такое? Ой, вы посмотрите. Видишь, он сюда по секторам. Ой, не видать. Куда прикольно. 131 блок в диаметре. Это на 30 больше, чем с подводным монументом. Шейдерская вода. Знаете, ну ну, везде есть свои плюсы и минусы. Здесь мне, по крайней мере, не будут мешать стражи. Зато здесь будут мешать, блин, подводники. Не, ну серьёзно, ребят. Лезут, лезут. Пожалуйста, поймите. Мужикин, чё? А не меня. Я же только начал. О, вот эти тут такие печальные. Надо немножечко поторапливаться, а то сейчас я ко дну пойду. Заставлять океан песком старым дедовским способом, не, честно говоря, уже поперёк горла. В смысле, а почему он вверх? Поэтому я решил придумать что-нибудь другое. Я подумал, было бы весело заставлять его на суше, а потом просто ломать песчаник, а? Мне за эту разработку такую премию дадут. Это лопьянка была? А, он, походу, построит, он, короче, построит сверху, а потом снизу молодой подкопает, а ну, пунь, и всё. Время дадут, да. А это работает? Проверил хотя бы? Не знаю, утопит, да. Наверное, проверил. Нет. Спать надо. Отвулейди. Ну, наконец-то. Это закончилось. Свершилось. Ну, а теперь остается самая весёлая и забавная часть. Вниз, вниз. О, видишь, это самая весёлая, работает. Уи-и-и. Вполне себе рабочая, интересная, весёлая, вообще, что-то новенькое. Строил, где-то копать, но идеально работает. Меня надо было назвать не некич на ютубе, а мастер кругов. Сейчас присутствуем, что прикольно. Я как-то стесняюсь даже вам и вслух говорить. Нужно побрить океан. Хорошо, ведь океан. Теперь лучше. Время дно. Лучше. Да. Нищем время. Мой песок ломает, мне заставлять всё надо. Кушай. И ты кушай. Ибитес. И крыльчонок реально же получился, смотри. Да? С как собачками. Братан, мне очень жаль твои родители. Твои родители кинули, да. А почему только один, кстати? Ну, если чё, детдом там. Чё я, собственно, опять вернулся в твою пустыню бедную? Молодец, Кат. Мне, на скатаре, не хватает песочка, поэтому я добыл немного. А, ну ещё одна лысая пустыня вошла в чат. Что? Контент 16. 3. Плюс 1. Ну иди сюда, говно собачье. Ага, понятно. Ну иди сюда, попробуй меня так, тебя сам. Да, да, да. Вот это уже перебор, это читерство. Давай-ка сам справляйся, дружочек. А, на пауке-то. Боль-боль-боль-боль-боль-боль-боль-боль-боль. Он не всплывёт. Гриби, гриби, гриби своими костяшками. Нет, честно говоря, напоминает разделительные полосы в бассейне для плотцов. Да, есть что-то такое. А зачем ты так разделил? Не знаю. Осталось всего лишь это место осушить, превратить потом это место в пустыню. Так, аккуратненько. Так, подверстися нестки. Фигня вопрос вообще, легко. А как его осушить? Нелегко. А сейчас я вам продемонстрирую в Майнкрафте, каково это спать в плацкарте поезда на верхней полке без бортика. Ага. Ещё одна причина, по которой я выбрал именно этот метод, ставить столько песка. Смотрите, сколько у меня его здесь, просто сдохнуть можно. Есть уникальная способность АФК-шить. Просто зажимаешь правую кнопку и смотришь на ютубчике. Он говорил, что что-то такое есть. Мне кажется, девиз по жизни у Интермена. Воруют. Взял и ушёл, называется... О, глянь, я не целый нерва. Много песка оказалось у меня. Придётся частями осушать. Постепенно. Не так часто я покупаю у картографера что-то, но не зря же я деревню строил, надо воспользоваться. Решил три стака губок добить. А я-то думаю, чё-то я забыл. Теперь понял, что именно. Оплыл весь абсолютно подобный храм и боялся, что я уж их не найду. Губульки. Ответ на главный вопрос вселенной. Почему я сушу губки в печках, а не сушу воду вот таким вот образом? Всё очень просто. Мне некогда отдыхать таким способом. И мотыга на починку не чинится. А здесь вкинул губки по печкам. Закрылся у себя в бункере, как дед. И можно дать глазам отдохнуть. А, покашить? Поприседать, отжаться, растут для размышлений. Ты выходишь? И дальше попёр работать. Хорошо, сухое. Я забыл, какая же это срань. Намного круче смотреть ролики у Никича. А, да. Лучше всё самому делать. Ну да. А теперь всё теперь собирать получается. Да, я бил. Скорость. Я скорость. Ты сначала, короче, наставь. Блин, жесть. Так долго это на самом деле. Ужас. И получается, определенный сектор, а только он высасывает. Видишь? На большой сумке, да, кусочек. Дельфин сдохнет! Желко дельфина. Еще поделать. Дельфин. Слушай, сколько он, мне кажется, большую часть потратить именно на осушение. Ну да. То, что это нереально вообще. Он стоит, красавец. А что не делают? Не спавнится, что они делают? Ну, смотри, как трезубец, сколько накидали. Я погибал всякое дерьмо в Майнкрафте. Ну, как вы мне объясните вот это? Как? Застряли. Ну, как? Некоторое дерьмо. Гребаный волшебник. Краткая история о том, как я чуть не сдох. Мне оставалось осушить совсем немного. Но началась гроза в один прекрасный момент. И я подумал, почему бы не воспользоваться возможностью и выбить несколько голов. По-хорошему, для этого делается безопасная ферма. Но я подумал, что я и так справлюсь. Так оно и было, действительно. По-начале всё было прекрасно, но... Опа. Ой! Вовремя. Был ещё один крипер сзади, залётный. И всё. Это было бы фиаско века. В итоге я добыл раковину, пластинку, три головы и чуть не лишился своей. Смотри, какой весь... О, наконец-то я это доделал. Всё, дырка, я доделал, я осушил второй раз в своей жизни. Ну чё, я вас всех обманул. Пора приступать делать ферму слизней. Между прочим, у меня ушло 100 игровых дней на то, чтобы это всё осушить. Капец. Представляете такой себе ролик на ютубе? Ага. Первый. Начало осушения. Осушение. 900-ый. Конечно, осушение. Осушение, да. Очень интересно. Чувствую себя здесь каким-то лилипутом на арене. Сейчас нужно сделать песочный ламинат. А, да. Всё подровнять. Да, чтобы всё было... Положить бискок. Песчаник. 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 О, дискосяка славян, если к нему любят. Они... Ну, видимо, броня крепкая. О, привет. А я тебя знаю. А ну, чем торгуешь, покажи. Чем? Что? Чем ты сказать, один изумруд? Это ж такая выгода. Ага. Мне как раз не хватает пару шалкеров. Так, закупишься на тысячу изумрудов. Ты куда? Как выглядит эта арена днём? Как выглядит та же арена ночью? Да, дам я вам всем по сотке. У меня сомнёт. Не знаю. Я просто дома есть, отвечаю. И мы лучше есть, да-да-да. Как же тут жарко в реальной жизни. Лето 21-го года было суровым. Здесь у нас, кстати, находится фараон. Он будет жить в пирамиде. Точнее, в захороненной пирамиде. Его подготовили. Пока ещё не поздно построить ферму слизней, а. А, это уже пирамида, пирамида. Он говорит, что вообще в пирамиде будет лабиринт, кстати. Зарёд следует. Внутри лабиринт, да? Ну да. Один уже остался. О, лев, повыше. Красиво уже сделали. Пирамида как бы готова, но как бы нет. Вроде как смотришь, она масштабная такая, но... Но выглядит она... А, у меня куча украшений. Дырочек нет. Можно добавить какие-то узоры, какие-то дополнительные пристройки к ней. Ну а про то, что нужно внутри ещё работать, я вообще молчу. Это ещё плюс-то игровых дней. Начали превращать эту пирамиду в красивую пирамиду. Какой вид. Прямо как будто снимок. Квадратный. Робиковый. Кадр был. Ага, испортил. Китая, китая. О, аа. Да. А, это украшения пошли, смотри. Цветяхи. Малыш. На ходу малыш. Бэйба. Малыш. Малыш. Смотри, все своровали. Краш, ещё говорят. По кусочку их берёт. Малыш. Гарыш. Гарыш, малыш. Сейчас я вам покажу самую эпичную пирамиду. Вы готовы? Давай. Раз, два, три. Ага, ну понятно. Это... Туалет. Малыш, это самая эпичная и опасная пирамида. Давайте же в неё пролезем. Здесь у нас опасный данж. Перед тем, как спуститься, давайте, пожалуй, наденем броню. Спускаемся. Осторожно. Здесь ловушка, здесь динамит. Что же у нас в сундуке? Что же на сундуке? Это пирамида. Безусловно. Самая эпичная, но сразу же после... Вот этой пирамиды. Даже сфинксы здесь. Оооо. Сбородками. Немножко вы изненавидите, потому что я несколько раз их перестраивал. Также ночью можно... Ну что, что, выглядит очень круто. Оборониться от мобов. Тем не менее, впереди ещё дофига работы. Мне нужно будет построить гробницу для нашего фараона, который там сидит сейчас. Лабиринт и так далее. Пустыню превратить в её более естественный вид. Да, наше какие-то кактусы, наверное. Добавить некоторые структуры в постройки. И также переделать вот эти вот стены, потому что вот так вот просто песком... А стены нам вроде будет делать слава. Как только я закончу, я вам покажу финальный результат. А зачем он всё так мутился с песком? Постройками и работал над финальным результатом, решил проверить, что тут под землёй происходит. Откуда тут столько мобов. Там какая-то дичь. Я просто офигел. Смотри. Сколько их. Справнились, да? Сюда если упадёшь, это всё, это смерть. Да. Ну что, друзья, вы готовы? Что уже? Давай, я уже видел всё на превьюшке. Вот что он соспалел. А, ещё и деревья. Он не показал, клаузел. Он и замок сделал. Видимо, долго это было. Ебаный. Домал растительности по всей пустыне и посадил несколько акаций, потому что они произрастают в засушливой местности. По правую сторону от пирамид находится вот эта постройка. Постройка для раба. По имени Абеликс, и он профессии рыбак. Боюсь представить, какой у него фиговый улов. Пустыни. Позади пирамиды находится один колодец, а по правую сторону от него кто-то сдох. Ну, недополучно получается. А, это типа кости. По левую сторону от пирамиды финальная постройка, в которой проживает у нас уже Астерикс. Хорошо. Давайте же, наконец, зайдём внутрь этой пирамиды и посмотрим, что уже находится там. Прямо крутая. Здесь такая рачная обстановочка. Блян, блядь. Здесь находится раскалённая вода. Если туда попасть, то тебе капсда. Не стал я закрывать здесь, потому что он слишком красивый. Смотри. Оно как будто вообще какой-то портал в потусторонний мир. Попадаем сразу же в грабли. Саркофаг это? Здесь начинается самое интересное. Человек. Он дрычит, слышишь? Убежать отсюда, потому что здесь мумия оживает и рычит. Оно зашло. Любопытство. Как правило, берёт вверх. И человек... Скрываем. Что же это за проход? Грабнись. Прохода в том, что это всё ловушки. Попадая за лабиринтическую дверь, ты её уже не сможешь открыть. Всё, смотри. Не понятно, куда я здесь. Начинает бесконечно плутать. Вот лабиринты. Он в надежде найти выход, но его здесь нет. Вообще выход найдёт? О, хорошо. Паркур. У нас находится небольшое испытание в виде паркура. И здесь даже находится... О, сколько сокровищ. По-богатому. Всё сделал для себя. Ну да, получается. Может, он открывает как-то это для других? Ты не сможешь забрать отсюда, выйдешь живым. Ты либо упадёшь и сгоришь в лаве, а не сможешь открыть металлическую дверь голыми руками, если мы говорим о реальной жизни. Третья комната, которая кажется самой безобидной и со светом в конце. Машку запасил, да? Я не безобидна. Я не сама запустилась. Я даже заходить туда боюсь, потому что реально могу умереть. Это мини-арена. Просто лютый спавн рейд мобов. На этот проект ушло 200 игровых дней и 2 недели работы над этим роликом. А ты можешь всего за 2 секунды поставить лайк и подписаться, если ещё не подписан. Всего тебе наилучить. Смотри, получается, что, видишь, песок был зря. Да. Или он как бы повезомлез. Всё бы за нас делалось. Получается обсидианом, а потом лавой. Вообще красиво получилось. Мне очень понравилось. Мне понравилось, что пирамида... Во-первых, он получается так всегда, что он, знаешь, сначала делает какую-то черновую работу, а потом всё переделывает. Мне бы не хватило терпения. Ну, серьёзно. А что он сразу же с обсидианом не строил? Хотя, с другой стороны, он не мог легче было опустить. Может, такая техника? Может, она была, знаешь... И песок только сверху обложила обсидианом? Не знаю. Но всё равно... Типа, видно этот окраин. Всё равно, это жёстко, это много работы. Знаешь, я подумаю, дизайн пирамид. Внутри это всё сделать. А реально, думаешь, сделать такие прикольные приключения какие-то. Тут у тебя такая ловушка. А кто их будет проходить-то? Альберт и Астерикс? Нет. И Астерикс, или как ты их зовут? Астерикс и Абеликс? Астерикс. Астерикс. Да, вот это вот всё. Или он как-то открывает доступ, что ты можешь тоже... А вроде можно поделиться своим миром... Вот это было бы прикольно, да. А то, знаешь, жалко, что такая работа только для ролика. Хочется, чтобы кто-то, может, там походил. В общем, вот такая вот реакция получилась. Спасибо большое за просмотр. Пока. Хм, неплохо, неплохо. Можно и лайк поставить. А давай ещё это видео посмотрим. А может, лучше это? Сложный выбор. Сложный выбор.